Добрый вечер, в эфире Управдом, программа о сфере ЖКХ. Мы обязательно ответим на коммунальные вопросы, которые волнуют многих. В студии Оксана Холодова и сегодня расскажем, как воду делают безопасной, кто должен восстанавливать сломанные почтовые ящики и есть ли право на жизнь у навесных балконов. Не переключайтесь, будет много интересной и полезной информации. И по традиции начнем выпуск с коммунальных новостей. Подборку за прошедшую неделю сделала Динаида Плющ. Ей слово. Бывшего директора Бурейской ГЭС подозревают в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным Игорь Голубцов заключил несколько договоров с генеральным директором региональной энергетической маркетинга инвестиционной корпорации. Фирма должна была выполнить текущий капитальный ремонт. В смету расходов были вписаны приличные командировочные. Фактически ремонт провели работники службы эксплуатации филиала «Русгидро». Командировочные расходы же, по версии следствия, поделили между собой директора. Общий ущерб составил более 3,8 миллиона рублей. Жителям одного из домов в Толокане удалось отстоять свое право на чистую воду. Управляющей компании выписали штраф в 20 тысяч рублей. После жалоб жильцов специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в одну из квартир этого дома. Эксперты обнаружили в воде повышенную концентрацию железа. Плохое качество воды управляющая компания не отрицала. Однако виновная объявила ресурсоснабжающую организацию. Но суд не нашел доказательств того, что управляющая компания хотя бы попыталась решить проблему. А значит, заплатить штраф коммунальщикам все-таки придется. Целый район Благовещенска почти шесть часов на этой неделе оставался без электричества. Под отключение попали жители частного сектора и промышленная зона. Во время восстановительных работ электрик перепутал фазы, что привело к другому сбою. Дать свет людям удалось только спустя шесть часов после аварии. В канализационном колодце Некрасовки утонул мальчик двух с половиной лет, которого мама отпустила гулять одного. Это произошло вечером 5 сентября. На теле погибшего видимых телесных повреждений не было. В настоящее время назначено судебное медицинское исследование тело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает Пресс-служба Амурского следственного управления. Даешь Амурской области угля. Более 450 вагонов с твердым топливом отправила нашему региону Сибирская угольно-энергетическая компания. Состав уже идет на Дальний Восток. За несколько дней сентября работники Красноярской железной дороги отгрузили более 450 вагонов с дом для дальневосточных регионов, пострадавших от наводнения. В первую очередь топливо будет доставлено предприятием ЖКХ Амурской области в те районы, где оказались затопленными угольные разрезы. Всего же в этом месяце на Дальний Восток будет доставлено почти 3000 вагонов с углем. Это 179 тысяч тонн. Благовещенска ждут большие гидравлические испытания. Они начнутся в понедельник утром 9 сентября. Работы продолжатся до пятницы 13. В эти дни в областном центре не будет горячей воды. Благовещенская ТЭЦ начнет ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей. Они позволяют увидеть и устранить дефекты оборудования. В итоге это скажется на стабильности прохождения предстоящего отопительного сезона. Исследования проведут на магистральных тепловых сетях Центрального, Северо-Западного и Северного районов. Исключение составят районы, которые отапливаются котельными. Это ОРТПЦ, Аэропорт, Астрахановка, поселки Садовы и Моховая Патия. Здесь горячая вода будет поступать в обычном режиме. В Благовещенске началась санитарная обработка подтопленных территорий. Спасатели дезинфицируют районы города, которые несколько недель находились в зоне затопления. Работы уже проведены на некоторых центральных улицах, а также во дворах и на окраине города. Подтопленные территории обрабатывают раствором, который содержит хлор. Для людей он не опасен. Но при его использовании все-таки необходимо соблюдать меры предосторожности. На спасателях должны быть защитные костюмы, перчатки и респиратор. Самим жителям, чьи дома, дворы и подворья обработали дезраствором, заходить в помещение рекомендуют только после часового проветривания. Ежедневно слежу за этой информацией. И поэтому о том, что будет производиться санобработка, я слышала. И я с этим очень согласна. Считаю, что хлорка именно на улицах города Хорошения, она не опасна абсолютно. Пока сотрудники МЧС, кстати, только в Благовещенске на этих работах задействовано 60 специалистов, обрабатывают придворовые территории и дороги. Они уже привели дезинфекцию в районах Тайваня, КПП, Астрахана в Киевцентре Благовещенска. Планируем работы ориентировочно на месяц по дезинфекции улиц, потому что на данном районе очень много было затоплено улиц, дворов и необходимо полностью провести мероприятие. Кстати, свои дома благовещенцы могут продезинфицировать и самостоятельно. Пакеты с раствором выдают в управление МЧС. В день горожане берут до 300 таких пакетов. Масштабные работы по дезинфекции колодцев развернулись в Константиновском районе. Там спасателей немного, поэтому на подмогу жителям пришли военные. Они объезжают населенные пункты и по заданию местных властей проводят санитарную обработку источников воды. Как они это делают, увидел наш корреспондент. Вода вроде есть, и ее вроде нет. Ту жидкость, что течет из колонки семьи Кузнецовых, пить категорически нельзя. Об этом сельчан уведомили власти. Местный фельдшер, да люди и сами понимают, что эксперименты могут закончиться плачевно для здоровья. Вода после наводнения идет запахом и мутная. Колонка есть, а мы с нее не пьем, не пользуемся. Не качаете, боитесь? Не, ну мы качаем на хозяйство все, а сами мы ее не пьем. Для готовки Кузнецовы берут воду у тех соседей, чьи дома не затопило. Для питья в село, которое, кстати, до сих пор отрезано от района, завозят бутилированную воду. Ее раздают всем желающим. Вода нам поступает с Константиновского района. То есть мы заказываем, делаем заказ и нам подвозят на ПТС, на машинах грузовых. То есть на тяжелой технике, которая проходит, мы отрезаны получились от Константиновского района. Есть в Орловке и общественные колодцы, но вода из них тоже пока не пригодна для употребления. Чтобы ее обезопасить, в район прибыли военные 38-й отдельной мотострелковой бригады. Трудятся слаженно. На обработку одного источника уходит около 9 часов. Только занимает технологический процесс. Сначала колодцы тщательно моют щетками, так, чтобы дезораствор попал в каждую щель. Используют для обработки 3-5% раствор хлора. Затем мощной струей промывают всю конструкцию. И так 2-3 раза. Происходит обеззараживание самого колодца. Далее будет происходить откачка воды и обработка стенок уже колодца. В дальнейшем будем решать вопрос о его предназначении в дальнейшем. Стоит или не стоит из него дальше пить воду. Важность этой обработки люди понимают. Хлора никто не боится. Да и в целом сельские жители благодарны военным. Потому что больше заниматься такой работой некому. Вода, которая затопила все село, была настолько грязной. Здесь плавало все, что угодно. Обязательно нужно обеззараживать. Потому что самое главное – это позаботиться о здоровье всех жителей. А уже потом, чтобы работали все эти отопления, канализации и все остальное. Дезинфицируют военные не только общественные и личные колодцы, но и водонапорные башни. Конструкцию в селе Новопетровка Константиновского района, которая сильнее всех пострадала от наводнения, сейчас приводит в рабочее состояние. Чтобы добраться до системы, пришлось даже откачивать воду. У нас скважина, которая бралась перед этим, в деревню назад подавалась для обеспечения жизнедеятельности. Во время подтопления произошло попадание всех точных ухлот в скважину. Сейчас происходит откачание вот этой загрязненной воды в скважину. Вот он насос, который откачивает воду. Через сутки-другие, когда будет проведен анализ качества воды, и башни, и колонками люди смогут пользоваться. Вода станет безопасной. Меж тем, работа военных на этом не закончится. У них большая задача – оказание жителям района помощи в восстановительных работах. Да будет свет. Энергетики начали подключать дома во Владимировке Благовещенского района к электричеству. Напомним, из-за масштабного наводнения в селе оказались затопленными все 44 трансформаторные подстанции и крупная подстанция Владимировка. Вода на ее территории была на уровне полутора метров. Обесточенная она простояла месяц, с 9 августа. К аварийно-восстановительным работам смогли приступить лишь после ухода войды с территории подстанции. И буквально на днях сотрудники амурских электрических сетей смогли подключить подстанцию Владимировка к электроснабжению. Работы на этом объекте еще продолжаются. Идет просушка оборудования, производится его частичная замена. Также во Владимировке готовят к работе все трансформаторные подстанции. На днях начали действовать первые пять. От них к электричеству были подключены 30 жилых домов. Ежедневно специалисты принимают заявки на подключение домов. Общественная приемная сетевой кампании открыта в автомобиле рядом с палаткой районной администрации на въезде в село. В целях безопасности амурчанам, чьи дома подтопило, не рекомендуют самовольно подключать строение к электроэнергии. Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию электрической проводки в жилых помещениях полностью лежит на владельцах домов. Во избежание несчастных случаев энергетики рекомендуют выполнить весь перечень мероприятий по подготовке дома к подключению света. Рекомендации даны в памятке ДРСК. Только после этого нужно писать заявление в сетевую организацию. Новинка на жилищном рынке – подвесные балконы. Их предлагают устанавливать тем, кто живет в многоквартирных домах, не оборудованных стационарными балконами. Фирмы, что монтируют эти конструкции, убеждают, получать разрешение на их установку не нужно. Так ли это, выяснял наш корреспондент. Ни белье посушить, ни свежим воздухом подышать. Проекты многих жилых домов, особенно тех, что строили в 50-е, 60-е, 70-е годы, не предусматривали балконы на первых этажах. А потому таких безбалконных квартир сейчас множество. Такая же была и у Вероники Федореевой. Девушка пять лет мечтала о дополнительном пространстве с тех пор, как переехала жить в квартиру на первом этаже. На самом деле это очень дискомфортно, жить без балкона. Узнавали, чтобы соорудить балкон нормальный, нужно очень много инстанций обойти. Сейчас строители предлагают альтернативу, так называемые навесные балконы, которые являются полноценной заменой обычным. Навесной балкон – это конструкция, которая уже из слова навесного, подвесного, то есть она висит, ну как бы в смысле вот, именно за счет этого идет. Конструкция эта не касается самой земли, то есть сам металлический каркас изготавливается. И непосредственно крепится на несущую стену самого здания. То есть либо это кирпич, либо это сам панельный дом. Главным преимуществом таких балконов, как заверяют представители многих фирм-установщиков, является то, что разрешающие документы на их строительство не требуется. Поспешила воспользоваться жилищным ноу-хау и Вероника Федореева. Мы обратились в строительную компанию, нас там проконсультировали. Преимущество таких балконов, что не нужно, не требуется никаких согласований, разрешений. Построили нам его в кратчайшие сроки, буквально за два дня. Сейчас мы просто радуемся, потому что пора осени, можно и овощи просушить, и зимой какие-то продукты вынести. Мы тут цветочки уже поставили. Однако не все так просто. Как нам удалось выяснить, установка навесного балкона относится к перепланировке, на которую требуется разрешение органов местного самоуправления. И самовольно вмешиваться в несущие конструкции здания, а это стены и плиты перекрытия, категорически запрещено. Если такой балкон будет установлен без согласования с городским управлением архитектуры и другими собственниками дома, его попросту могут снести в судебном порядке. Кроме прочего, у собственников могут возникнуть проблемы и при продаже квартиры. Это грозит тем, что вы не сможете продать объект, поскольку у вас не будет свежего технического паспорта. Вы, конечно, можете его продать по старому техническому паспорту, если вы уже зарегистрировали право собственности в Росреестре, то представлять повторно технический паспорт не обязательно. Но поскольку на сегодняшний день подавляющее количество сделок идет с участием банков, то есть с участием кредитов, банк, как правило, требует обновить техническую документацию. И вот на этом этапе у продавца, скорее всего, возникнут проблемы. Чтобы избежать подобных проблем, специалисты рекомендуют позаботиться о законности установки заветного балкончика заранее. Всю информацию о необходимых документах на строительство можно получить в местном управлении архитектуры и градостроительства или риэлторских агентствах. Почтовый ящик в подъезде сломали хулиганы. Кто должен восстанавливать имущество? Такой вопрос поступил в нашу редакцию от Сергея Крыстылева из Свободного. Чтобы найти ответ, мы обратились в одну из управляющих компаний Благовещенскому. И, как оказалось, порядок действий не зависит от того, в каком городе живет человек. Восстанавливать почтовые ящики, говорят в управляющих компаниях, должны сами собственники жилья, так как они считаются индивидуальным имуществом. Управляющая организация может установить емкость для корреспонденции за счет средств, которые ежемесячно собираются на общедомовые нужды. Для этого необходимо согласие Совета жильцов дома. Сегодня сам ящик и работы по его монтажу обходятся в 500 рублей. Если произошел вандализм, варианта у собственника два. То есть первый вариант на сегодняшний день через решение общего собрания, либо членов Совета, а поменять их за счет накопительной части, если это на доме таковая существует, либо провести эти работы за свой счет. То есть и тот, и другой вариант будет для собственника законен, какой удобнее он может воспользоваться. И на этом у меня все. Выпуск завершен. Если у вас есть вопросы или проблемы, звоните в редакцию Первого областного канала. Телефон прежний 77 11 11. Мы попробуем помочь вам разобраться в хитросплетениях жилищно-коммунальных проблем. Всего доброго и хорошей погоды. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова